Без оленей утром ранним в уральскую столицу примчался финский Дед Мороз. В Екатеринбург он прибыл в рамках мирового турне. Первый город встретил дедушку холодно. Зимний волшебник уральским морозом оказался не готов, чтобы он прихватить забыл. Как и подарки. Кто такой Йолупуки и чем он отличается от своих американских и русских собратьев, выясняла Ирина Шудько. После приземления этого гостя в Кольцово, кажется, даже стало чуть холоднее. В Екатеринбург прилетел финский Санта. Его самолет сел ранним утром. И встречающая делегация журналистов первым делом интересуется, а где же олени? Я езжу на упряжке с оленями, но только в рождественское время. А сейчас они едят. Набираются сил, готовясь к празднику. Готовится к празднику и сам Йолупуки. Сегодня стартует его ежегодное мировое турне. Чтобы успеть поздравить все страны с наступающим Рождеством, он выдвигается аж за месяц. Первой точкой на карте стал Екатеринбург. Правда, к визиту в уральскую зиму волшебник не подготовился. Его рубаха и тонкий жилет не спасли от Мороза. Сыгрывать Йолупуки пришлось детям и местному коллеге. Дед Мороз и его заграничный товарищ по сказочному цеху вместе навестили детский дом в Малом Истоке. Воспитанников нашествие главных волшебников немного удивило, но обрадовало. Гостей встретили по-настоящему горячо. А Лаверды Санта тоже исполни рождественскую песню. Правда, в сравнении с русской она немного грустная. Выслушать желание малышей – неотъемлемая часть визита. И хотя оба Деда Мороза сегодня были без подарков, пообещали. К Рождеству каждая детская мечта исполнится. Некоторые воспитанники детдома решили помочь чародеям. Я буду, когда все уснут и будут раздавать конфеты, я тогда буду ко всем подходить и ложить под подушки конфетку. Страны разные, мода одна. И Дед Мороз и Йолу Пуки после встречи признались. Если раньше дети мечтали просто потрогать волшебников за бороду, то сейчас делают на память селфи. Старики этому только рады. Для них счастье видеть детские улыбки. Когда я здесь, как сегодня, когда встречаюсь с детьми и могу спеть с ними песню, это очень важно, когда могу раздавать им подарки. Мне больше ничего не нужно. На месте Йолу Пуки долго не задерживается. В планах у финского волшебника еще Челябинск и Москва. На этом турне по России закончится. Ведь в мире так много стран, а на Санте надо еще успеть вернуться в родную Лапландию и прочитать тысячи писем детей со всего мира. Ирина Шудько, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.